Всем привет, друзья! С вами Никодим, и мы продолжаем подготовку полета на Моха. Давайте посмотрим задание в аэрокосмическом центре. Требуются научные данные с Муны, но очень мало дают, потому что это самое простое задание. Требуются научные данные с поверхности Айка, а вот это уже интересно. Мы можем просто так получить халявные деньги, а научные данные мы можем легко передать. Да, конечно же, берем. Доставить открытый астероид на поверхности Евы, это мы пока не будем делать. Добыть руду не сможем. Собрать научные данные на планете Евы. Мы туда, к сожалению, не привозили приборы. И собрать научные данные, таинственные слизи на планете Муна, в принципе, можно запустить эту экспедицию, но дают не так уж много денег. Здесь вот даже дают побольше на планете Евы. Но мы уже выполнили подобное задание, так что это уже не так будет нам интересно. Мне вот интересно, как у нас все-таки телескоп отследит 16 астероидов. Вроде бы как по заданию сказано, что нам ничего делать не надо. Просто в какой-то момент вот здесь вот появится сообщение, что наш инфракрасный телескоп «Страж» отследил все астероиды. Ладно, давайте посмотрим, что у нас насчет окон. Нам нужно все-таки перелететь на Моха и на Дресс. Итак, друзья, вот наш корабль Моха-1. Давайте посмотрим, не открылось ли окно на Моха. Ну, сама планета находится не очень в выгодном положении. Лучше всего, чтобы она находилась сверху, когда вы находитесь справа. Но по траектории мы уже приближаемся. Так что давайте сейчас быстро опять нарисуем какую-нибудь траекторию и посмотрим, сколько осталось дней. Примерно вот с этой точки добавляем маневр. Рисуем 2000. Вот так вот, 2100 этого вполне достаточно. И смотрим, устанавливаем как цель. Да, мы приближаемся. Осталось всего 59 дней. Ну, где-то 50 дней нам осталось долететь вот до этой вот точки. Вот здесь вот примерно мы будем совершать все маневры перелета. Так что сейчас остается просто проматывать время, когда мы приблизимся сюда, и смотреть задание в космическом центре. С Евы вернуть кербонавтов мы пока не можем, потому что Ева находится в невыгодном положении. Точно так же находится и Дюну в невыгодном положении. А вот Дресс, в принципе Кербин у нас догоняет Дресс, и вполне возможно, что скоро будет выгодное положение, вот где-то примерно вверху, чуть-чуть правее, когда мы сможем полететь на Дресс и выполнить контракт на добычу руды и получить за это деньги. Давайте посмотрим, как наши космические станции поживают. Итак, наша космическая станция по отслеживанию астероидов вышла на орбиту, имеет инфракрасный телескоп, и, к сожалению, здесь не написано, сколько астероидов она уже отследила. Я думаю, что за это время мы получили много очков науки, поэтому передаем их. И еще нам нужно быстро сделать то же самое на орбите Евы и на орбите Дюны. Отлично, передали. Экипаж у нас не повышается. За кадром я сделал задание получить научные данные с поверхности Айка. Просто у нас там был предъявленный аппарат, шахтер, с которого мы начинали эту серию. Я передал там научные данные, получил, кстати, еще 40 очков науки. У нас итого было 4000 очков науки. Потом я их в космическом центре истратил. Я практически изучил все науки, кроме трех последних самолетных. У нас не хватило очков науки. И мы получили еще дополнительно 2 миллиона кредитов за выполнение всех заданий. А сейчас, то, что я обещал, мы сегодня стартанем к МОХА. И уже непосредственно на самом ОХА мы будем приземляться в следующей серии. Ладно, друзья, давайте ускорять время. Нам нужно промотать примерно 50 дней. Поэтому сначала сохраняемся, а теперь ускоряем время. Поехали. Запоминаем. 197 дней. Нам надо примерно где-то 240 дней. Да, 240 дней. Поэтому ускоряем время. Заодно мы будем сейчас находить астероиды. Главное здесь не увлекаться, чтобы у вас вот мгновенно не пролетели все эти дни. 15 дней у нас уже прошло. Давайте посмотрим новые задания в космическом центре. Ну что ж, как вы видите, никаких интересных заданий нам не дали. Поэтому продолжаем проматывать время. Опять посмотрим новые задания. И у нас пока в невыгодном положении находится ни МОХА, ни орбита. Нам надо еще пролететь примерно куда-то вот сюда примерно, чтобы встать в выгодную позицию для маневра на МОХА. В очередной раз нам не дали никаких интересных заданий. В принципе, вот это можно задание взять. Посмотрите, 600 тысяч. Добыть руду с поверхности Айка. Делается довольно просто. Добываешь руду, потом выкидываешь ее, потом опять добываешь, опять выкидываешь. И вот так вот постепенно у тебя накопится 2250 единиц руды. Потому что здесь не сказано, что нужно выводить или чтобы в баке находилось определенное количество. Поэтому просто счетчик засчитает необходимое количество руды. Да, давайте возьмем. Я это сделаю за кадром. Получу просто халявные почти что миллион кредитов и 47 репутации. Итак, друзья, переключаемся на Айк. Нам нужно добыть 2250 единиц руды. И у нас сейчас должны быть, да, пустые у нас полностью баки. Пустые. Что ж, включаем тогда наши буры. Правда, солнца сейчас нет. Что у нас с электроэнергией? Электроэнергия половина. Я думаю, что конвертер мы отключим. Он очень много потребляет электроэнергии. И запускаем наши буры. Первый и второй. Сейчас они у нас добудут руду. О, как активно у нас пошла прибавка руды. Отлично. Правда, электроэнергия у нас исчезает очень быстро. Ладно. Мы добудем здесь 60. То есть нам сюда нужно будет возвращаться практически 3-4 раза. Нам сюда нужно будет вернуться. 4 раза нужно будет выкинуть вот эту вот руду. И мы выполним просто так вот это вот задание. Отлично, когда есть аппараты на определенных небесных телах. Но мы все-таки будем сейчас проматывать время в центре слежения для того, чтобы искать окно на моха. Итак, ускоряем время. Нам нужно здесь дождаться примерно 260-й день. Ну, лучше с запасом небольшим взять. 250-й день мы здесь возьмем. Кстати, наверное, можно сейчас притормозить и выкинуть руду. Итак, добыли мы здесь 600 руды. Давайте выкинем содержимое. Здесь тоже выбросим содержимое. Итак, 600. И еще нам нужно вернуться 4 раза. Очень быстро добывается руда. Я даже думаю, чтобы не тратить зря время, можно включить еще, как у нас там с монотопливом. Полное с окислителем и жидким топливом. Практически тоже полное. Ладно, недостаточно мощности. У нас САС деактивировалось. И мы начинаем, друзья, падать. Перематывая время, каждые 10 дней я захожу, смотрю новые задания. И вот появилось интересное задание. Добудьте 1900 единиц руды с поверхности гилия. Как вы помните, у нас там приземлен космический корабль. Получим мы халявный миллион кредитов и 33 репутации. Да. Давайте возьмем. Это очень простое задание. Просто будем добывать руду, выкидывать, добывать, выкидывать. Переключаемся на эти космические аппараты. Я думаю, это не очень интересно. Поэтому все я это сделаю, друзья, за кадром. Итак, мы на гиле. Нам нужно добыть 1900 единиц руды. Поэтому мы сейчас вот из этих баков выбрасываем всю руду, которую найдем. Которую сможем достать. Так, сколько там еще осталось? 300. Третий бак у меня находится в середине. И к нему вот такого прямого доступа, если я правильно понимаю, нет. Выполнил я и второй контракт. Руда в количестве 1900 единиц уже на месте назначения. Принимайте благодарность. Очень простые задания. Достаточно просто добывать и выкидывать содержимое. Добывать и выкидывать содержимое. Задание «Добыть руду с поверхности Айка» я тоже сделал. Просто добывал ее и вот так вот выкидывал выброс содержимого. Так, ну здесь у нас все полностью заправлено. Можно включить вот этот вот конвертер для того, чтобы он нас перерабатывал в топливо. Давайте посмотрим, может быть какие-нибудь новые задания у нас появились. За кадром я выполнил оба задания по добыче руды с поверхности гили и с поверхности Айка. На дресс мы пока стартовать еще не можем, потому что дресс находится не в самой выгодной позиции для нас. Да, подождем. А вот по поводу перелета на мохо у нас уже приближается. Посмотрите, осталось всего 25 дней. Давайте перемотаем эти 25 дней, пополам их поделим. Где-то дней по 15 и 10 дней мы перемотаем и посмотрим еще задание, может быть появится задание на мохо. Итак, перемотал я на 250 практически дней, сейчас наступят новые сутки. И переключаемся обратно на наш корабль и смотрим в какой точке, мне кажется, уже довольно выгодные позиции у нас для перелета на мохо. Посмотрите, мы уже подходим к точке пересечения наших плоскостей. Осталось примерно, давайте посмотрим, где-то 4-5 дней примерно осталось. Но здесь нужно учитывать следующий факт, что мы будем вылетать из зоны притяжения Кербина примерно 4 дня. Следовательно, мы прямо сейчас можем начать этот маневр для того, чтобы потом, ну мы просто подождем полдня на орбите вот до этой точки, чтобы уже стартовать на мохо. Посмотрите, у нас идеальная траектория. Я думаю, прям так мы и стартуем, 2000, а потом будет небольшой корректирующий маневр, где-то около от 100 до 200 метров в секунду, который нам позволит сблизиться. Ну что ж, друзья, 21 минута, готовимся к старту. Поворачиваем наши космические корабли на точку маневра и стартуем к мохо, друзья. Начинаем наш перелет на мохо. Я вам сейчас покажу, как это делаю я. У меня всегда получается довольно малое количество затрат топлива Дельта Ви. Посмотрите, во-первых, я стартую примерно вот с этой точки, почти что, если вот так вот крест поставить, почти что с точки пересечения. Очень выгодная позиция получается. Делаю примерно 2000 метров в секунду и пока оставляю вот так. Главное, что у нас появились точки соприкосновения, это самое главное. Нам сейчас нужно выйти на вот эту вот солнечную орбиту. Уже после этого мы будем делать более точные маневры. В принципе, прямо сейчас можно сделать маневр, если подкорректировать вот этот синенький значок и вот этот красный вниз, розовый вниз, то тогда у вас точно вы попадете на мохо. Вот здесь примерно будет у вас пересечение, но тогда вы затратите больше 3, где-то 3 300 метров в секунду. Я же пока сэкономлю эту 1300 и полечу всего за 2000, выйду на вот эту вот орбиту. Потом мне будет гораздо проще уже маневрировать. Все готово, встаем по маневру. Нам еще нужно будет отбросить наш первый блок и потом у нас будет работать вот этот вот блок ядерных двигателей. Потом мы перельем топливо, но это я все уже покажу по ходу дела. Итак, 12 минут, значит нам в минус 6 минут минус 5 секунд нам нужно будет стартовать. Ускоряем время. В минус 6 минут 5 секунд нам нужно стартовать, но посмотрите, какая интересная ситуация получилась. Нам нужно стартовать навстречу планеты. Следовательно, мы войдем в атмосферу, нас засосет и мы уже не сможем выполнить наш маневр. Поэтому для разгона я предпринимаю следующее действие. Я вот так вот немножко задираю нос между нашим маневром и движением вперед. Примерно на середину можно поставить вот это вот значение. И после этого уже начинаем стартовать, друзья. Итак, все готово, 6 минут 5 секунд. Стартуем, друзья, поехали. Это нужно для того, чтобы нас не засосало в атмосферу Кербина. Можно будет вот так вот наблюдать за перецентром, чтобы он у нас очень сильно не понижался. И постепенно, постепенно подводите, по мере того, как вырабатывается ваша дельта, подводите вот к этому синему значку. Смотрите, чтобы не опускалось ниже, ну где-то 71 километра. То есть сейчас можно вот даже вот так вот еще сделать, более полого. И все, 12 минут наши ядерники будут очень долго работать. Но самое главное, что сейчас они рисуют нашу первую траекторию за 2000 метров в секунду, нашу первую траекторию на Мохо. Предварительную, я ее всегда так называю. В принципе, еще и другой способ рисования траектории. Нарисовать сначала траекторию, вот как мы летаем на минус. То есть вот с этого момента, с этого места, можно полететь вот так вот к минусу, по вытянутой траектории. А уже с нее стартовать на Мохо. Но я проверял и тот, и другой момент. Вот так, конечно, намного удобней. И теряется, ну там буквально смешные цифры, где-то 20-30 метров в секунду всего при моем способе теряется. По сравнению со способом вытянутой траектории к минусу. Так что я лучше потеряю эти 20 метров в секунду. Зато удобно буду стартовать, смотреть за перецентром. Да, он все еще понижается. Но мы начинаем уже вытягивать нашу траекторию. Посмотрите, она постепенно начинает у нас вытягиваться и становиться такой, который нужно нам. Отлично. Сейчас мы запустим этот корабль. Потом нам нужно будет быстро создать космическую станцию, которая у нас останется на орбите Мохо. И в принципе все. Потому что рудокопов я туда запускать не буду. Они очень невыгодны на орбите Мохо. Потому что он тяжелее Луны, там притяжения большие и там руды не так уж и много. Поэтому засылать туда каких-то рудокопов будет не так уж и выгодно. Все. Я думаю, что уже потихонечку можно вот так вот к синей метке подвигаться. Мы уже потихонечку вырабатываем наше топливо. Уже не так сильно у нас опускается перецентр. Обратите внимание. Поэтому можно все ближе и ближе подводить к синей метке. Главное, чтобы вы... Все. Уже прям можно встать по маршруту. Пока мы прожигаемся на Мохо. Обратите внимание. Траектория у нас уже появилась. Около солнечная. Я хочу обратить внимание, что у нас идеальное соотношение с дрессом. То есть в следующей серии мы можем создать корабль и полететь на дресс. Исследуем это небесное тело. Нам дали задание пробурить. Так что мы отправим туда бурильщика. У него тоже немножко наклонная траектория. Будем действовать по такой же схеме. Какой я делал с Мохо. И надеюсь, что мы исследуем еще и дресс. А пока нам нужно следить, чтобы вот этот вот перецентр подошел именно вот к этой вот точке. Это точка самого идеального соприкосновения. Нисходящий узел всего минус 7 градусов. Идеально. Как раз мы выйдем через сколько? Через 4 дня мы выйдем в эту точку. И у нас получатся наименьшие затраты топлива. Пока запоминаем, мы потратили 2000 метров в секунду. Итак, наконец-то мы выработали наши 2000 метров в секунду. Подходит к концу наш маневр. Обратите внимание, что мы сейчас будем стыковаться. Все. Внутрь заходить ни в коем случае нельзя. Все. Так. Уже немножко перебор. Так. Сэкономили мы 130 метров в секунду. Следовательно, там получается с 1900. Да. Здесь я немножечко засмотрелся. Заговорился. Но ничего страшного. В принципе, это хорошая траектория. Но вот здесь можно было сэкономить примерно где-то 20-30 метров в секунду. Потому что лучше не заходить внутрь орбиты моха. Тогда вы сэкономите еще больше топлива. Ну что ж, друзья. Вылетаем. В принципе, можно даже не вылетать. Можно прямо сейчас нарисовать новый маневр. А теперь посмотрим, когда мы будем в точке максимальной эффективности. Вот примерно в этой точке начнем делать маневр. Через 5 дней. То есть сначала нам нужно выйти с зоны притяжения Кербина. Вот. Это примерно один день. Да. Один день мы выйдем. И потом еще 4 дня мы будем лететь. Но сейчас нам есть чем заняться. У нас вот здесь вот есть топливо, которое мы просто перельем вот в эти вот баки. Давайте сейчас этим и займемся. Итак. Отсюда переливаем вот в эти вот опустевшие баки. Раз. Итак. Перелили. И теперь то же самое делаем с нижним баком. Берем нижний бак. Отсюда переливаем оставшееся топливо вот сюда. Хоть чуть-чуть, хоть пару тонн. Но мы сможем с вами все-таки облегчить наш корабль. Все. Проверяем. Здесь топлива нет. Здесь у нас тоже топлива нет. Поэтому мы отделяем вот этот вот кусок. И посмотрите. Немножечко прибавилась наша дельта. То же самое делаем и вот с этими баками. Переливаем все вот сюда. Если я правильно помню, у нас в начале было что-то в районе 5200. Сейчас уже 6. То есть мы почти что 800-900 метров в секунду таким способом прибавили. Но это еще, друзья, не все. Отделяем. Итак. У нас уже 6100. То есть мы 1000 уже прибавили. Но у нас еще топливо вот здесь вот в середине хранится. Давайте подумаем, куда его можно перелить. При переливании топлива следите за тем, чтобы было все симметрично, чтобы баки наполнялись полностью. Все, боковые баки у нас полностью заполнены. У нас здесь осталось 180 и здесь осталось 168. Вот это уже не совсем хорошо. Потому что все должно быть симметрично, чтобы ракету вашу не перекашивало. Но давайте оставшееся топливо мы сольем вот сюда. Итак. Отсюда переливаем вот в этот вот бак. Надеюсь, что он полностью заполнится. И теперь попробуем выбрать следующий бак. Вот этот вот. В него перельем оставшееся топливо. Ну, начнем с этого бака. Отсюда. И теперь переливаем то же самое еще и с другого бака. И переливаем остатки в следующий бак. Отсюда. Все. В центральную часть мы полностью заполнили. Итак. У нас здесь пустое. Здесь тоже пустое. Поэтому мы можем смело отделять. Обратите внимание. У нас уже стало 7185 метров в секунду. То есть практически у нас стала новая ракета. Причем она стала намного легче. И маневреннее в том числе. Потому что геродина у нас здесь только установлена. Так что я думаю с этой ракетой у нас все прекрасно получится. Ну, а теперь после того, как мы вывели корабль на околосолнечную орбиту, нам уже можно нарисовать траекторию приближения к моху. Поэтому ищем то самое место, где у нас соприкасаются плоскости. Вот оно у нас. Идеально устанавливаем там маневр. Именно в этой точке добавляем маневр. И ищем точки соприкосновения. Итак, немножечко, я думаю, надо прибавить скорости. Да, появилась. Сейчас мы немножечко вот так вот приблизим. Поехала. Так, теперь нам нужно траекторию немножечко опустить. Поэтому давайте ее немножко вот так вот опустим вниз. Ага, появились опять точки соприкосновения. Тут примерно получится от 1000 до 1500 в секунду. Здесь уже маневр нужно рисовать наиболее точно. Вот уже 1000. И мы практически находимся в одной плоскости. Посмотрите. Все, соединяемся. Готово. Сейчас у нас будет точка соприкосновения. Она должна точности совпать. Да, она точности совпала. Вот в этом перецентре и в точке нисходящего узла. Давайте посмотрим сейчас, где мы находимся. Да, практически рядом. Нам надо дать немножечко пониже. Вот так, я думаю, немножко опустимся. Давайте побольше прибавим. Вот. Посмотрите, наши траектории параллельны. Лучше всего выйти на перецентр где-то 20-15 километров, для того, чтобы вам было потом удобно тормозить. Потому что у вас при торможении будет забирать вниз. И если вы поставите, например, 7 километров или 5 километров, вы можете ткнуться в мохо. Поэтому я обычно ставлю где-то от 15 до 20 километров. Ну, обычно 15. Это самое удобное здесь получается. Вот так, я думаю, друзья, мы оставим траекторию. У нас тут примерно 15-16 километров. И мы находимся примерно в плоскости непосредственно моха. Да, вот он у нас наклонен. Немножко не в ту сторону. Но самое главное, что это не полярная орбита, а очень похоже на экваториальную орбиту. И у нас всего 1500, ну 1600. Давайте проверим, сколько у нас будет на торможении. Если мы все сделали правильно, на торможении должно быть у нас меньше 2000 метров в секунду. Поэтому вот оставляем круговую траекторию, смотрим по маневру. Да, всего 1800, но если немножечко вот прибавить, будет 1900. Все сделали мы, значит, абсолютно правильно. У нас на торможении не по 5, не по 6000 метров в секунду, а всего 1900. Это значит, все маневры мы с вами идеально сделали правильно. Итого, давайте округлим. 2000 у нас было на разгон. Давайте возьмем 2000 у нас будет на торможении. Это 4. И 5,5, всего 5,5 метров в секунду понадобится для того, чтобы перелететь, затормозить на моха. Нам останется через 5 дней сделать первый маневр, потом через 143 дня сделать второй маневр. А пока я запущу сюда, как я обещал, космическую станцию. Только мне ее сначала нужно сделать. Ну что ж, сделал я космическую станцию для исследований моха. А вернее, даже не сделал, а переделал уже имеющуюся. Ту, которую мы отправляли и на Еву, и на Дюну. Я здесь просто чуть-чуть добавил дополнительных баков для того, чтобы нам эффективно было затормозить около моха. Ну и первая ступень для того, чтобы уверенно выйти на орбиту Кербина и не тратить лишнее топливо. И посмотрите, вишенка на торте. Я сюда добавил вот такой вот небольшой спутник сканирования. К сожалению, камера здесь не очень удобная, не могу вам приблизить. Он у меня находится на отделяемой ступени. Я подлечу, заторможу около моха и выведу вот этот вот сканер. Посмотрим, получим научные данные по руде. Хотя я знаю, что добывать руду на моха экономически невыгодно. Но мы хотя бы получим, может быть, задание такое у нас будет. Так что это весит все очень мало, поэтому каких-то больших затрат у нас не предвидится. Ну что ж, друзья, у нас все готово. Я взял сюда, как обычно, пилота, инженера и одного ученого, который у нас находится вот здесь вот в научном модуле. Здесь у нас находится множество научных приборов. Вот у нас расположена слизь. У нас есть мобильная лаборатория. И все приборы, которыми можно изучить науку в космосе. Ну что ж, друзья, все готово. Полетели. Включаем все системы. Запускаем аппарат. Ракета идет очень хорошо. Я не стал здесь делать обтекатель, потому что он получается огромный и очень много весит. Более 5 тонн. Поэтому я не стал дополнительно сюда вес. Тут и так каждая единица на счету. Пока взлетаем уверенно. У нас хороший разгон получается. ТВР больше двойки. Сейчас мы будем уже тереться о воздух. Я думаю, что можно начать уже наклоняться на 15 километров. Но здесь наклоняться нужно очень аккуратно, потому что вот эти вот ступени, в которых сейчас закончится твердое топливо, нам еще нужно будет как-то отделить. Поэтому вот так вот аккуратно держимся на 45 градусов и ждем, когда у нас отделятся твердотопливные ступени. К сожалению, вот здесь вот я все, что мог, конечно, перетянул, для того, чтобы жесткость у нас создавалась. Но в некоторых моментах вот эти вот линии, к сожалению, не подсоединяются. Поэтому чуть-чуть, особенно носу... Так, отсоединяем. Смотрите. Я сделал двигатели отвода ступени. Вот они у нас так красиво отошли. И все. Теперь у нас не так громко. Можно будет дальше наклонять нашу ракету на 90 градусов. Разогнались мы уже на 1100 метров в секунду. Это очень, я вам скажу, неплохо на 47 километров. Перецентр, я думаю, у нас уже задран. Но это ничего страшного. Потому что при полете на Моха нам нужна большая орбита, потому что мы будем как бы стартовать к Земле. Поэтому просто дожигаем все эти оставшиеся метры в секунду. Тут уже у нас полное топливо. Ну, 1200 и 1000, мне кажется, этого вполне достаточно для того, чтобы выйти, друзья, на орбиту. Посмотрим. Она у нас будет 100 километров. Самое то, что нам как раз и нужно. Вывел я нашу космическую станцию на орбиту. Давайте сейчас выпустим хотя бы парочку солнечных панелей для того, чтобы постоянно снабжать электроэнергией нашу станцию. Вот теперь вблизи ее можно хорошо рассмотреть. Здесь я впервые решил применить ионные двигатели, ионный двигатель Заря. Посмотреть, что это такое, потому что я только что открыл его в науках и еще ни разу не применял. Он работает только на ксеноне и на электричестве. Поэтому я здесь поставил вот такие вот дополнительные блины, аккумуляторы электроэнергии. Но надеюсь, что все это у нас заработает. Конечно же, антенна связи и солнечные панели для того, чтобы снабжать электроэнергией. А у Моха у нас солнца много, поэтому трех, я думаю, вполне будет достаточно. Ну что ж, давайте по моему методу нарисуем теперь новую траекторию. Устанавливаем Моха как цель. Все, и нам нужно приблизиться вот сюда. Поэтому рисуем траекторию примерно вот с этой точки. Так, если вот так вот 90 градусов, то вот здесь вот добавляем маневр. И для начала делаем где-то 2000, но 1900 будет вполне достаточно. Так, 1900 метров в секунду. Теперь смотрим. Вот, у нас совсем рядом восходящий узел, до него лететь всего 4 дня. А пока мы вылетим как раз эти 2 дня, мы попадем точно на восходящий узел. Там мы уже сделаем корректирующий маневр. Поэтому сейчас нам нужно просто приблизить нашу траекторию к траектории планеты Моха, к орбите планеты Моха. Поэтому давайте сейчас мы ее начнем приближать. И посмотрите, я нарисовал траекторию. У нас вот здесь вот идеальное совпадение нисходящего узла с нашим перицентром. У нас уже есть точки пересечения планет. Мы вот здесь вот сделаем корректирующий маневр где-то на 1000, примерно 1200 метров в секунду. И догонимся вот до этой точки. А пока мы потратим, ну опять же, чуть-чуть больше 2000. Вполне возможно, что я не дожгу это топливо, и у нас будет ровно 2000. Все, друзья, готово. 15 минут, 14 минут мы будем разгоняться. Следовательно, в минус 7.29 мы будем стартовать. Но здесь есть тоже два способа, которые я тоже придумал. Смотрите, первый способ. Мы можем сейчас переключиться вот так вот по движению. И в минус 7.29 стартовать именно по движению. Иначе, обратите внимание, как быстро уменьшается у нас перицентр, мы можем просто ткнуться в наш кербин. Чего нам, конечно, не хотелось бы сделать. Поэтому мы сейчас просто стартуем вот так вот по ходу движения. Смотрим. Орбита немножечко изменится, но мы здесь выработаем совсем немножечко дельта В. Потеряем на таком методе, ну, не больше 20-30 метров в секунду. Но зато мы не будем делать дополнительно корректирующих маневров для того, чтобы не врезаться в кербин. Обратите внимание, сейчас у нас начинается повышаться, поэтому мы уже можем переходить вот по этой синей метке, по точке маневра и внимательно следить за тем, чтобы перицентр у нас ни в коем случае не опускался. Вот как у нас здесь по одной линии, так мы и пойдем. Смотрим. 63-64 начинает уменьшаться. Поэтому вот так вот посередке. Почему это происходит, друзья? Да потому что маневры у нас огромные, а за это время у нас вот этот вот космический корабль пролетает чуть ли не половину пути Кербина, не половину орбиты Кербина. Поэтому и происходят вот такие вот неприятности. Подходим мы к точке перицентра нашей орбиты. Сейчас у нас вот здесь начнет расти высота. Да, уже начинает расти. Поэтому теперь уже точно вот так вот уходим по маневру. В точности встаем по маневру. И ждем оставшиеся 12 минут. Я думаю, что здесь можно просто ускорить время. У нас выгорели первые баки, отстреливаем их. Пока у нас дорабатывается орбита, посмотрите, осталось совсем вот здесь вот немножко, я все-таки решил запустить туда рудокоп, хотя на мохо добывать руду невыгодно, но может быть какие-нибудь будут задания, и мы эти задания сможем выполнять, друзья. Времени особо подготовиться не было, поэтому я переделал ту рудокопную станцию, которую мы отправляли на Гиле, спутник Евы, и я ее отправлю сюда же и на мохо. Немножко я добавил там топливо, для того, чтобы все-таки долететь и затормозить около мохо. Так, давайте посмотрим, может быть у нас уже баки закончились. Нет, баки еще не закончились, топливо пока еще есть. Нам осталось всего 300 метров в минуту, а судя по ощущениям, гораздо меньше, потому что сейчас уже будет соединение, и мы в очередной раз сэкономим немножечко топлива. Так, нам главное, чтобы вот эти вот точки у нас соединились, поэтому очень точно судим по маневру. Небольшое расхождение произошло из-за того, что сначала мы стартовали не по точке маневра, а по точке движения вперед. Это все сделано из-за того, чтобы мы не ткнулись в нашу планету Кербин. Все, я думаю, что топливо сейчас у нас отработает. Готово. И теперь мы уже только вот на этом основном баке долетим. Так, все, мне кажется, уже мы касаемся, даже опять перешли. Ну, потратили мы здесь немножко, друзья, где-то, может быть, опять же 20-30, может, даже 15 метров в секунду. Посмотрите, мы сэкономили почти 300 метров в секунду. Если вы помните, у нас было 2100, минус 300, получается 1800. То есть мы в этот раз потратили тоже 1800 метров в секунду. Ладно, оставляем. Теперь нам остается только вот в этой вот точке сделать корректирующий маневр в точке пересечения наших плоскостей. Все, начинаем дорисовывать. Тут просто нужно дать чуть-чуть вперед. Вот, уже появилось. Теперь немножко притормаживаем. Точки, как вы видите, у нас уже начинают приближаться друг к другу. Также мы здесь наклоним орбиту. Немножко так, еще немножечко вперед. Вот, опять появилось. И вот таким вот образом, где-то примерно мы 1200-1300 точно потратим, для того, чтобы соединиться. Так, еще немножечко вперед. Так, смотрите, сейчас точки наши соединят. Все, соединились. Мы попали на Моха. Как я и сказал, мы даже в этот раз затратили гораздо меньше. В прошлый раз было 1530, если я не ошибаюсь. В этот раз 1487. И то я думаю, что я немножечко сэкономлю топливо. Что ж, давайте теперь заходим на Моха. Посмотрим, где мы непосредственно находимся. Так как у нас это космическая станция со сканером, то я думаю, что без разницы. Нарисовать сейчас полярную орбиту, где она у нас вот здесь находится. То есть ориентир примерно вот на эту точку. Это у нас, скорее всего, северный полюс. Вот я имею в виду вот этот вот кратер. Поэтому мы сейчас дорисовываем нашу траекторию так, чтобы он проходил над северным полюсом. А дальше уже орбитальной станции будет абсолютно без разницы, на какой орбите находиться. Все равно она у нас здесь останется. Да, давайте дорисуем сейчас. Вот посмотрите, друзья. Я сделал вот такую вот полярную орбиту на высоте более чем 50 километров. Все это потому, что у нас здесь находится сканер руды, а он работает от минимальной высоты. Если я правильно помню, минимальная как раз идет 50 километров. Поэтому так вот 51 сделаем. Ну и напоследок я запущу рудокопную станцию. Я ее особо не переделывал. Это та же самая рудокопная станция, которая у нас была на Гиле. Единственное, я только добавил немножечко разгонных вот таких вот модулей для того, чтобы вывести на орбиту моха и там успешно затормозить. Топливо нам уже потом будет не нужно, потому что мы сами его будем добывать вот здесь вот в эти вот баки. Но еще раз повторяю, что это я делаю лишь только для того, чтобы возможно выполнить какие-нибудь задания. Потому что руду на моха добывать экономически невыгодно. Ну что ж, друзья, запускаем. Вот такая у нас красивая рудокопная ракета. Сюда я посадил инженера. Что ж, врубаем все системы и поехали, друзья. Здесь я дополнительно поставил вот эти вот твердотопливные ускорители для того, чтобы сэкономить немножко топлива уже в космосе. Надеюсь, что у нас все получится, потому что специально вот эту всю систему я не просчитывал. Я ее лишь приблизительно посчитал. Мне кажется, что топлива нам вполне должно хватить для успешной посадки на мох. А дальше нам топливо уже будет не нужно, потому что мы его сами сможем добывать. Сейчас у нас закончится топливо в твердотопливных ускорителе. Все, отделяем их. Они должны у нас хорошо уйти. Нет, ничего они не повредили. Все в порядке. Все системы работают вполне хорошо. 49 километров. Я думаю, что обтекатель уже можно сбросить на 50 километров, чтобы не тащить эту тяжесть, которая тонны две, а то и больше весит. Все, у нас готово. 94 километра, 75. Выходим мы на нужную нам орбиту. Вот так до 100, наверное, мы догонимся. Ну что ж, вывел я нашу рудокопную станцию на орбиту. Все, 100-100 километров. Теперь можно рисовать маневр на мохо, друзья. Точно таким же способом, который я рисовал и два предыдущих маневра. Встаем справа, назначаем мохо целью, установить как цель. И рисуем нашу новую траекторию. Сейчас нам главная задача, чтобы вот здесь мы примерно соединились в точке нашего перицентра. Итак, вот у нас получилось пересечение с орбитой мохо. Потратили мы, как обычно, 2000 метров в секунду. И потом мы сделаем дополнительный корректирующий маневр. Ну что ж, остается 13 минут. Следовательно, в 2 минуты 24 секунды мы будем стартовать. А пока встаем по маневру, высота у нас 122. Это хорошо, друзья. У нас еще осталось вот в первой ступени немножко топлива. Во второй ступени много топлива. И в самом вот этом шахтерском корабле тоже довольно много топлива. Итак, встали мы по маневру. Можно начать стартовать. Стараемся удержать точку маневра. Сейчас у нас будут работать вот эти вот ступени. Чем быстрее они отработают, тем проще нам будет в дальнейшем. Все, 40 метров в секунду. Теперь аккуратно отделяем от ступени. Сейчас будет небольшой взрыв, но не бойтесь. Так, все двигатели у нас остались. Рубаем эти двигатели и уже более точно делаем маневр. Все. Я выпустил одну солнечную панель для того, чтобы у нас всегда была электроэнергия. Смотрим за перицентром. 118, я думаю, можно прям идеально встать вот так вот по маневру. Все. У нас не засосет в атмосферу, потому что мы поднялись довольно высоко. И мы очень точно выполним наш маневр на 2000 метров в секунду. Вот такой вот у нас смелый инженер. Надеюсь, что топлива у нас хватит. Смотрите, 1000 еще на разгон. Потом где-то 1500 нам понадобится на корректировку маршрута. Это будет 2500, и где-то 2000 на торможение. Да, нам спокойно хватит для того, чтобы потом приземлиться на моха. Как раз у нас топливо, наверное, под ноль закончится, когда мы уже коснемся поверхности моха вот этим вот рудокопом. Ну все, в принципе, мы соединились уже. Итого мы потратили 2000 на вот этот вот разгон. Теперь посмотрим, какой у нас будет маневр на то, чтобы непосредственно поймать планету. Итак, сейчас наши орбиты пересекутся. Вот, все, мы поймали моха. Давайте посмотрим, где мы находимся. Фокус по моха. И мы... ой, совсем рядом находимся. Нужно сделать небольшой корректирующий маневр на сразу же полярную орбиту. Потому что здесь у нас сначала выйдет сканер. Он определит, что находится руда на моха. Я уже просто заранее знаю, что руда на моха находится где-то в основном на полярных шапках. На северном и южном полярном полюсе. Поэтому будем выходить на полярную орбиту. Ну что ж, давайте дорисовываем эту орбиту. Вот сюда вот наверх. Ну что ж, я думаю, вот такую вот полярную орбиту для рудокопа мы оставим. Здесь 1600. Потом нам понадобится около 2000 на торможение. Давайте сейчас это проверим. Итак, смотрим. 2100. Да, вполне нормально. Ну, побольше немножко, потому что вот так вот. 2200 нам понадобится на торможение. Да, оставляем такую орбиту. Нам вполне хватит топлива для того, чтобы приземлиться на моха и выкопать здесь руду. Ну что ж, давайте переходим теперь в центр слежения. Посмотрим все запланированные наши маневры, чтобы они у нас не пересекались. Итак, смотрим. Наш пилотируемый корабль моха-1 будет через 5 дней 3 часа. Дальше станции через 6 дней 3 часа, отлично. И оре моха у нас будет через 5 дней 2 часа. Ну что ж, я думаю, мы здесь разойдемся. Следовательно, у нас первый, удивительно, первый маневр сделает именно рудокоп. Потом у нас будет станция моха. И только потом у нас космическая станция будет выполнять наш маневр. Так, у нас пропала связь, я думаю, что нужно открыть антенну. Я решил использовать новую антенну, которую я только что открыл в науках. Мне кажется, она очень удобная. Она вот такая вот маленькая, прячется, но очень далекая связь у ней. В минус 1 минуту, 22 секунды, мы начнем выполнять наш маневр. 23, 22. Поехали, друзья. Все, смотрим, как у нас будет происходить непосредственно сближение. Да, все пока идет штатно. Я думаю, что даже можно ускорить время. Станем чуть поточнее по маневру. Вот так вот. И ускоряем время. Потому что очень долгие прожиги здесь происходят. По 2, по 3. А если использовать ядерные двигатели, то там и по 10 минут иногда бывают маневры. Осталось 300 метров в секунду. Я думаю, что нам нужно переключиться на моха. И посмотреть, когда появится наша траектория здесь. Так, правильно, проверяем, что орбита у нас полярная. Высота 75. Немножко высоковато, но я думаю, что мы сейчас ее подкорректируем, чтобы у нас пониже немножко опустился наш космический корабль. Так, маневр у нас, я заговорился, ушел. Это может нам стоить лишние сотни километров. Так, теперь очень аккуратно ждем, когда подойдет сюда точка маневра. Так, тихонько. Вот, я вижу, что сверху она уже подошла. Теперь на малом газу мы будем корректировать нашу орбиту. Так, и остались маленькие штрихи. Да, идеальная полярная орбита. Все, вот этот вот кратер, как я наметил, это у нас северный полюс. Высота немножко задрана, 90 километров. Но по мере приближения мы немножечко, вот где-то вот здесь вот, мы затормозим и приблизимся поближе. В принципе, приблизить траекторию можно сейчас с помощью системы РСУ. Поэтому включаем систему РСУ, смотрим, сколько у нас здесь, 89 километров. И вот так вот приближаем к северному полюсу. 50, 40, я думаю, что 29 будет вполне достаточно. Да, потом мы уже скорректируем, как нам надо, и приземлимся на Моха. Но можно еще совсем-совсем чуть-чуть, вот так вот, 16 километров. Да, я всегда примерно на 15-16 километров. Орбита очень похожа на полярную, немножко она у нас сдвинулась, но мы здесь уже подкорректируем на посадке. Все, готово. Давайте посмотрим, сколько у нас понадобится дельты, и заодно сразу же запланируем наш первый маневр торможения. Готово. Итак, 2100. Вполне нормально выйти на орбиту. Итак, следующее, это наш пилотируемый корабль Моха-1. Осталось, между прочим, всего 29 минут. Итак, встаем по маневру. И здесь у нас остается 3,38. В минус 3,38 начинаем стартовать. Смотрите, здесь у нас уже 7 минут. Это все потому, что здесь используются ядерные двигатели. У них тяга вооруженность не очень большая. Сколько мы сейчас тянем? 0,19. Это очень мало, друзья. Но они очень экономичные и как раз предназначены для вот таких вот межпланетных путешествий. Все, теперь просто ускоряем время и ждем. Очень долго прожигалось, но осталось всего 100 метров в секунду. Сейчас уже должна появиться траектория. Тут главное не приглядеть, потому что она мгновенно может пролететь у нас. Так, смотрим внимательно. Я постоянно корректирую наш маневр, потому что у меня еще пока пилоты не прокачены. И у них нету движения по маневру. Итак, вот появилась наша траектория. Приближаемся. Аккуратно встали по месту. Сколько здесь? 44 километра. Я думаю, прям совсем чуть-чуть еще можно приблизить. Так, приближаем. 30, 20. Ну вот, оставляем 21 километр. Этого вполне достаточно. И у нас сместился этот маневр. Давайте нарисуем новый. Посмотрим, сколько теперь у нас будет. Через 137 дней. Нам всего лишь 1900 нужно потратить для того, чтобы выйти на орбиту примерно в 30 километров. Да, оставляем. Можно чуть-чуть вот так вот подкорректировать. Вот так. Смотрим. 25, 18. Да, вполне нормально. Через 137 дней мы будем тормозить. Все. Оставляем этот маневр и переключаемся на наш последний корабль, а именно на космическую станцию. И делаем все то же самое, друзья. Посмотрите, через один день нам нужно будет делать маневр на космической станции, но у нас уже первые неприятности. Через 137 дней, 2 часа, у нас прилетят одновременно опять два космических аппарата. Это Моха-1 и Ори-Моха. И обратите внимание, здесь у нас 51 минута, здесь 13 минут. То есть первый прилетит у Рудаков. У нас будет всего 40 минут, но этого предостаточно. 40 минут это очень много для космоса. Мы сначала примем Шахтера, выведем просто его на орбиту, потом примем наш пилотируемый корабль Моха-1. А сейчас давайте выведем нашу космическую станцию. Тоже в траекторию полета к Моха. В минус 240 включаем двигатели. Поехали, друзья. Сколько у нас здесь тяговооруженность? 0,23. Немножко получше, чем у ядерных двигателей, но тоже будет целых 5 минут. Поэтому просто ускоряем время. Итак, дорабатывается наш маневр. Уже осталось 180 метров в секунду, поэтому переключаемся на карту. Так, почему-то у нас здесь очень высоко. Должно быть 50 километров было. Ну ладно, это потом обычный маленький коротенький импульс, даже с помощью системы РСУ, смогут нам поправить орбиту. А пока смотрим внимательно, как приближается наша траектория, где она будет находиться. И главное, чтобы сейчас не пролететь, друзья. Так, аккуратно. Самое главное сейчас смотреть за маневром. Если у вас уже прокаченные пилоты, то они сами автоматически будут следить за маневром. Так, где-то здесь у нас сейчас должна появиться... Вот, появилась траектория. Так, тихонечко подводим ее именно к полярной орбите. Чем точнее, тем лучше. Давайте поймем, где у нас все-таки полярная орбита. Солнце здесь, следовательно, полярная орбита. Ну да, примерно там, где я наметил. Поэтому давайте медленно, наверное, приближаться к нашей полярной орбите. Немножко подкорректируем орбиту. Опущу я ее километров до 60, думаю. Потратил я уже 10 метров в секунду дополнительных. Ну вот, давайте до 55. Все, до 54 вот так вот оставим. Отлично. Так как у нас здесь высокая траектория, я думаю, что нам придется потратить побольше на торможение. Около двух с половиной, скорее всего. Поэтому смотрим. Да, 2700 даже нам придется потратить. Но мы выведем сюда сначала сканер. Да, вот на эту орбиту, на 2700. Ну, не так уж и много. Лишних у нас здесь получается около 500-600 метров в секунду. Ну что ж, друзья, поздравляю. Мы с вами вывели все наши космические аппараты на орбиту КМОХа. Наша космическая станция уже заработала немножечко очков в науке. Я думаю, что когда она выйдет на солнечную орбиту, мы проведем все те же самые исследования. А пока, так как прошло 5 дней, я думаю, что нам можно вернуться в космический центр и посмотреть новые задания. К сожалению, нам не дали никаких заданий ни на Еву, ни на Адам, ни на Моха. Я думаю, что я возьму вот эти вот задания. Спасение с орбиты Кербина. Это очень простые задания. Я их сделаю за кадром. Ну и установить флаг на поверхности Муны. Я тоже возьму это задание. Это одно из простейших заданий. Можно сделать элементарный космический корабль и установить флаг на поверхность Муны. Заодно я испытаю новые двигатели. У меня там открылись ионные двигатели, и двигатели малой тяги. Может быть, я создам малюсенький космический аппарат для полета на Муну. Да, беру я это задание. Остальные задания для нас не очень интересны. И переходим в центр слежения. И смотрим, как у нас будут пребывать космические корабли. Итак. 136.1.2. Моха, значит, прилетит самое последнее. 2 часа 17 минут. Дальше смотрим между ними. 1 час 30 минут и 40 минут. Первый у нас к моху прилетит космическая станция. Мы ее выведем на орбиту. Сразу же потом переключимся на рудокоп. И потом у нас будет совсем немножко времени для того, чтобы переключиться на наш пилотируемый корабль. Давайте посмотрим, может быть, какие-то планеты уже находятся в зоне нашего интереса. Итак, смотрим Кербин. С Венерой никак. С Дюной пока тоже никак. С Дрессом. А вот с Дрессом, друзья, посмотрите, у нас складывается идеальная ситуация. Еще чуть-чуть. Вот мы догоним через пару-тройку дней нужное место для перелета на Дресс. Смотрите, как это нужно искать. Если вы стоите ровно-ровно справа, вот так вот проводите линию, то примерно по середине, вот по середине, поднимаете вверх и ищите Дресс. Вот он должен чуть-чуть немножко сюда отлететь. А вернее мы его должны немножечко вот сюда догнать. Тогда он будет ровно вот здесь. Я думаю, что это пройдет где-то 5 дней и мы с вами полетим на Дресс. А на этом эта интереснейшая серия закончена. Мы вывели с вами 3 космических аппарата для исследований МОХа. И в следующей серии мы уже будем приземляться, исследовать и обязательно полетим на Дресс. А на сегодня, друзья, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь ссылкой со своими друзьями. С вами был Никодим. Увидимся в будущем.